Громоотвод из Медведева вышел замечательный Политика Власть 13 июля 8.59 Громоотвод из Медведева вышел замечательный Отсутствие премьера на совещании у Путина породило новые слухи о его опале Сергей Аксенов Комментариев просмотров 18814 На фото Президент России Владимир Путин В центре В Кремле на совещании по экономическим вопросам Фото Алексей Дружинин ТАСС Материал комментируют Виктор Мураховский Дмитрий Аграновский Федор Бирюков Возможно над Дмитрием Медведевым вновь сгущаются аппаратные тучи В минувший четверг важное совещание в Кремле В ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране Прошло без участия премьер-министра По информации пресс-службы президента РФ Помимо Владимира Путина Главы его администрации и одного из помощников в совещании Приняли участие вице-премьер Антон Силуанов Министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиулина В этом ряду и при такой повестке дня присутствия на высоком совещании премьера Согласитесь, выглядело бы не только логичным, но и обязательным Странно, но именно в четверг в зале Медведева не оказалось И многим показалось, что это знак Впрочем, отсутствие Медведева можно трактовать двояко Либо как попытку вывести его из-под удара Снять ответственность за отсутствие в стране экономического роста И неудачную социальную политику, ради его же политического будущего Либо наоборот, как опалу Мол, поиграл и хватит В пользу последнего говорит тот факт, что на том совещании присутствовал И куратор направления от президента, его помощник Андрей Белоусов Именно он недавно чуть не произвел переворот в российской экономической практике Предложив крупнейшим компаниям поделиться с бюджетом сверхприбылими Читайте также Российским чиновникам не стыдно богатеть за счет нищего народа Слуги народа у нас могут жить, ни в чем себе не отказывая Что же, если политический ветер в Кремле и в самом деле подул совсем в другую сторону То отстранение от власти Медведева Который, судя по всему, в правительстве давно покровительствует Разрушительному либеральному социально-экономическому блоку Было бы более чем оправдано А смена курса, на мой взгляд, не исключена Вспомним недавнюю публично сказанную Путиным реплику о том, что Кудрин дрейфует в сторону Глазьева Уж не сам ли Путин теперь заинтересовался вдруг государственническим подходом в экономике? Если Медведева в скором времени действительно ждет отставка, то вряд ли она огорчит большинство населения Скорее обрадует По данным Левада Центра, его деятельность в июне 2019 года они одобряли 62% опрошенных Одобряющих было почти вдвое меньше 36% При таком отношении народа держаться за премьерское кресло просто стыдно Вряд ли этого не понимает президент Однако, в силу своего характера решиться на отставку премьера ему трудно По свидетельствам знающих людей, Путин никогда не сдает людей из своей команды Ценное качество Но на сей раз в отношении персоны Дмитрия Анатольевича, кажется, оно давно вошло в противоречие с интересами страны Ну, а раз так, то в Кремле Медведеву просто надо подискать достойное место Поскольку премьер начинал свою трудовую деятельность с юриспруденцией и преподаванием Он мог бы возглавить Конституционный суд Или стать ректором какого-нибудь ключевого российского вуза Для западных экс-политиков такой в порядке вещей Так или иначе, проблему непопулярного премьера власти все равно придется однажды решать Не сегодня, так завтра Сейчас Медведев на своем месте Его работа оттенять Владимира Владимировича Путина, иронизирует адвокат Дмитрий Аграновский Президент на фоне премьера выглядит просто стратегом А представьте, если бы премьером у нас был Юрий Маслюков или Евгений Примаков, как уже было однажды Как бы Путин смотрелся? А так нормально С.П. Почему бы Медведеву не возглавит Конституционный суд? Вернулся бы в родную Петербург При всем уважении к Валерию Зойкину, мы все же ждем от Конституционного суда более активной правозащиты Но почему Медведеву надо в дальнейшем работать по юридической специальности? Мне кажется, при его страсти к гаджету мог бы возглавить какую-нибудь специализированную торговую сеть О том, что думают о премьере военные, бывшие и действующие, нам рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запасов Виктор Мураховский Поскольку я сегодня не встрою, то не могу транслировать мнение военнослужащих Минобороны Выскажу личное мнение о том, как представляют себе ситуацию военные, оставившие службу И, возможно, частично те, кто служит сейчас Просто исходя из собственных контактов с ними СП, да, как российское военное сословие воспринимает Медведева во главе правительства Как зацпредседателя, который исполняет лишь некие функции по трансляции решений президента и его администрации При этом видно, что Путин лично занимается вопросами внешней политики, оборонной безопасности государства Когда президент посещает воинские части, например, нашу группировку в Сирии, заметно, что он чувствует себя в своей среде А по экономическим вопросам глава государства мнение озвучивает не так свободно Во многом просто транслирует позицию, которую занимает экономический блок СП, может Путину плотнее заняться еще и экономикой В том то и дело, что еще и экономикой Но объективно говоря, президент ни по образованию, ни по своему опыту не экономист Поэтому, не являясь специалистом в этой области, он больше доверяет тем представителям экономического блока, которые сейчас у него есть Думаю, для главы государства важнейшим является поддержание стабильности Он вместе с нами переживал лихие 1990-е, когда экономика буквально сыпалась Видимо, финансово-экономический блок завоевал его доверие тем, что сумел остановить ту дикую инфляцию и сегодня обеспечивает минимальный уровень экономической стабильности Но одновременно мы видим, что развития страны фактически нет СП, как вообще вы оцениваете результаты деятельности финансово-экономического блока? У нас, повторяю, нет успехов в экономике Мы движемся принципиально неверным курсом Все надежды на интеграцию в международное экономическое пространство Имея в виду под этим прежде всего и западное экономическое сообщество Такие надежды для России оказались безосновательными Нас на Западе рассматривают не как равноправного партнера, а как исполнителя тех решений, которые принимаются в других политических центрах за океаном или в Европе Медведев, отменив пенсию в 17,5 тысячи рубль, заметает следы Премьер отправил черновик планы скандальной реформы в архив под грифом «Секретно» Однако, ничего подобного не происходит, потому что в России правительство традиционно играет для общества негативную роль Это такой козел отпущения, которого периодически нагружают грехами государства Его можно не любить, критиковать, считать чуть ли не пятой колонной Но для этого в России любое правительство и существует Многие уже забыли, что Медведев был президентом России Причем, тот срок Дмитрия Анатольевича был успешнее, чем его же премьерство Была выиграна молниеносная война в Грузии Был реальный экономический рост, пусть и в силу удачной конъюнктуры Была проведена либерализация партийного законодательства, благодаря чему появились десятки новых партий То есть многие были довольны президентом Медведевым Сейчас же и работа Медведева в правительстве и во главе Единой России собирает на себя негатив С этим он блестяще справляется Иногда смешно оговариваясь и тем рождая мемы Иногда моргнув на камеры, притворившись спящим Иногда не приходя на важные совещания Все это укладывается в образ премьера, который несет ответственность за все безобразие в стране Кремлю это удобно СП, и все таки однажды Медведеву придется уйти в отставку Где он мог бы себя найти? Современная политическая система не только в России, но и на Западе Предполагает универсальность политиков такого уровня Если у нас после выборов кабинет министров не сильно меняется То в Европе люди постоянно переходят с должности на должность Включая и политику, и бизнес Вспомните пример Берлускони, который опять вернулся И у нас так будет Поэтому когда премьерство Медведева закончится Он сможет, например, сосредоточиться исключительно на политической карьере Вести дальше партию Единая Россия Почему нет? Может к тому времени партийная система в России разовьется И этот пост будет интересен Или уйдет в бизнес Но это будет еще не скоро Субтитры создавал DimaTorzok